Молдова не откажется от закупок российского газа за неимением альтернативы, в то время как эта мера стала одной из основных санкций, наложенных Западом на Россию. Об этом заявила президент страны Майя Санду, которая подчеркнула, что некоторые санкции соблюдаются в Молдове преднамеренно или по естественным причинам. По словам главы государства, Молдова соблюдает санкции, введенные Западом в финансово-банковской системе. Санкции, которые могли повлиять на Россию, можно было бы отнести экспорты из Молдовы, которые сейчас практически остановлены. Таким образом, единственным элементом в отношениях между Молдовой и Россией остается закупка газа, от которого наша страна не может отказаться. . ГУВЕРНУ КАУТА АЛТЕРНАТИВАЯ, ПЕНТЫ НИЧ ПЕНТРУ НОИ НУ ЕСТЕ БИНЕ СА ФИМ ДЕПЕНДЕНТИ О СТОДЕ ПРОЦЕНТЕ ДИ УН СИНГУР ФУРНИЗОР. СИТУАТИЯ ПЕ ПИАТА А ГАЗЕЛОР ЕСТЕ ДИФИЧИЛА. НУ АВЕМ О СИТУАТИЕ ОРДИНАРА, АСЯ КУМ АВАУТ АКУМ КЫТИ ВАНИ, КАНД АРФИ ФОСТ МУТ МАЙ УШОР СА ГАСИМ АЛТЕРНАТИВАЯ. В то же время глава государства признает, что Молдова оказалась в сложной ситуации из-за того, что российская компания «Силовые машины» выиграла тендер на ремонт двух энергоблоков термоэлектрика. Эта фирма, построившая и установившая оборудование на молдавском предприятии в 70-х годах прошлого века, с 2014-го находится под санкциями Запада. По словам Май Сандо, никто другой не проявлял интереса к этому проекту. Глава, АЛЕГЕРА ЕСТЕ, АНУ СЕМНА АЦСТ КОНРАТ ЭТО НА АКЕСТ ВОЗГОРАТЬИ, ПЕРТУКА НУ ЕЗИСТА АЛТЕНАТИВА, НУ ЕСЕ АЛТЦИНЕВА КАРЕ СА ФАКА АCЕСТЕ РЕПАНАТИИ, СЮ СА НЕ АСУМАМ РИСКУКА АЖУДЕМ В НИАРНА СЮ СЕ ПОТ ДЕФЕКТА АЧЕСТЕ ТУРБИНЕ, САУ СА СА СЕМНАМ УН СОЛОКТЕ КО О СОЛОКОМАНИЕ, С другой стороны, глава государства подчеркнула, что наша страна помогает беженцам из Украины и готова предоставить Киеву бригады Сапиоров на Цармии. Республика Молдова у предложения украинской службы. Мы увидим, что есть интерес для этого, потому что я видел, из местных местах, которые были прятаны, Майя Сандо также напомнила, что наша страна подписала большинство заявлений на международном уровне, осуждающих войну в Украине.